приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова и в сегодняшнем ролике я вам покажу продвижение процесса по платью ассоль из прекрасной пряжи из прекрасного интернет-магазина который называется филата итальяна это магазин бобинной итальянской пряжи пряжи стоковой девочки ссылку оставлю не забывайте что у вас есть еще дополнительная 5 процентная скидка укажите при заказе в поле комментариев слова елена или ситникова и вам сделают эту дополнительную скидку напомню что эта скидка дополнительная дополнительная при заказе от 5 тысяч там уже есть 5 процентов скидки и плюс еще 5 получается что вы получаете скидку 10 процентов желаю вам приятных покупок ну а я расскажу о впечатлениях своей новой работе поговорим о схемах вначале я вам покажу что у нас творится в москве посмотрите какой у нас ураган могла это вам не показать это просто что-то неимоверное дождь и вот такой ураганный ветер хотя бы все целые целые остались из живы и здоровы потому что как правило такие ураганы уносят жизни падают всякие рекламные щиты и так далее ну вот вроде бы то утих будем надеяться на лучшее и так сегодня мы немножко разберем схему вкратце расскажу как я начинала вязать это платье эту красоту расскажу о впечатлениях о пряже ну и расскажу о хитростях и тонкостях по петельного мастер-класса не будет но мы разберем схему и я все вам постараюсь рассказать ни одного комментария не поступило от вас о по петельном мастер-классе но в принципе как я и предполагала это мало наверное кому интересно для начинающих возможно будет сложно ну а те кто умеет вязать крючком умеют вязать спицами для тех этот ролик будет интересен потому что конечно же я дам много полезной информации но вначале хочу рассказать о впечатлениях об этой бобинке это итальянская пряжа которая называется фреска я кстати знаю что уже некоторые из вас сделали заказы я правда не знаю эту пряжу вы заказывали или какую-то другую в этом магазине но я знаю что вы делали заказы девочки я вам ее просто рекомендую ветер даже мешает говорить и так стопроцентный шнурковый хлопок 480 метров в 100 граммах вот такой вот шнурочек вот вы видите его не хочет фокусироваться камеру вот я просто не знаю я не могу оторваться от этого процесса у меня уже болят глаза руки еще хотят делать но вот приходится прерываться потому что ну может быть даже яркий цвет для глаз тяжелый но вязать одно удовольствие и посмотрите как это пряжа смотрится в крючке а вот так вот как как будто пышно толсто да здесь вот выпуклые столбики это понятно сейчас мы об этом еще поговорим и посмотрите как нежно она смотрится в лицевой глади тем более в эту лицевую гладь я еще добавила вот такой под мод пробовала вязать из просто чисто из этой пряжи немножко тонковато для меня поэтому под мод но в принципе я так и планировала когда заказывала эту пряжу здесь лен хлопок я не знаю если это пряжа еще в наличии 2900 метров в 100 граммах вот хлопок и лен лен 20 процентов хлоп хлопок 80 вот в таком тандеме я вижу юбку этого платья так что вот здесь союз спиц и крючка я надеюсь что это будет счастливый союз мне так понравилось платье ажурная которая называется ажурная из пряжи янар джинс что не нужно никаких вниз одевать чехлов подкладов и я решила что это платье я тоже хочу таким же чтобы ничего под низ не одевать и вот у меня вот такой верх ажурный и низ будет лицевая гладь но последний волан может быть будет даже 3 волана буду опять переходить на крючок то есть платье будет заканчиваться как в принципе и начиналось вот такой тандем спиц и крючка мне что-то плохо работает фокус видимо от яркости пряжи не хочет работать вот так смотрится лицевая гладь вернее это уже изнанка изнаночная гладь получается есть немножко рядность у меня она присутствует меня она не напрягает и вот так смотрится лицевая гладь тонюсенькая тонюсенькое полотно вот эта тоненькая пряжа под мод который дает вот такой меланжевый легкий меланжевый эффект в общем процесс увлекательный процесс я не могу от него остановиться сейчас давайте я начну рассказывать как я и что делала сколько у меня рапортов узора какими крючками ну и конечно поговорим о хитростях сейчас я возьму схему и мы немножечко по ней пройдемся и так схема узора вот она эта схема вяжем и естественно вот отсюда набираем нужное количество петель здесь рапорт узора оставляет 12 петель у меня вот этих секторов давайте назовем это секторами вот этих листиков у меня 16 количество секторов 16 значит нам нужно 12 умножаем на 16 получаем здесь я не буду сейчас как бы брать телефон считать с математикой туго в общем 12 умножить на 16 вы конечно же можете сами рассчитать свое количество видов и выяснить сколько у вас там будет приходиться на спинку и на перед у меня значит если вот так вот взять эти петли воздушные у меня поровну что здесь здесь вот линия реглана будет потом позже я вам все это покажу у меня получается вот здесь пять раз по 12 на спинке пять раз по 12 и но на рукавчике я по 3 вот этих вот сектора выделила значит набираем нужное количество петель у вас может быть допустим здесь не 5 секторов допустим спереди 5 секторов со спины вы сделаете четыре сектора там зависимости от вашей фигуры от вашего размера а вот значит вам тогда нужно умножить 12 умножить на 15 и набрать вот это количество петель замкнуть в круг и начать вязать узор я вам уже говорила что вот здесь вот на схеме у нас идут петли подъема вот они три петли подъема здесь у нас получается начало ряда я вижу без петель подъема то есть у меня петли подъема только в первом ряду вот набрала цепочку нужного нужного количества петель провязала столбики с одним накидом и пошла вязать следующий второй ряд без петель подъема вот даже сейчас я вам покажу это видно на полотне вот посмотрите это видно только вот здесь вот спираль пошла видите как лесенка вот только видно в этом месте все больше нигде ничего не видно полотно ровно и красиво без петель подъема просто их не делайте в следующем ряду просто продолжайте вязать по рисунку теперь следующий момент эта схема здесь столбики с одним накидом я же вязала полу патентным столбиком как он провязывается есть на канале я оставлю ссылку на этот ролик то есть когда мы делаем накид на крючок и сначала провязываем столбик без накида а потом провязываем накид и потом петлю на крючке то есть в три этапа здесь об этом конечно же не говорится здесь столбики с накидом я вязала повторюсь или он называется патентные или полу патенты ну в общем вот этим столбиком а значит начинала я набирать петли крючком два с половиной потом провязал вот эти два ряда я перешла на крючок 275 и где-то вот до вот этого момента когда уже пошел совсем на расширение я вязала крючком 3 миллиметра это все крючки миллиметры в общем здесь были немножко танцы с бубнами я не буду вам уже точно говорить где в каком ряду сколько там я петель провязала этих столбиков и меняла крючок поймите одно если вы видите примеряете на себя и видите что как-то широковато а здесь не уберешь петли это узор поменяйте крючок более того есть еще такая хитрость когда вы вяжете я например вязала вот когда я уже перешла вот здесь вот на ну после вот этого узора перешла там несколько рядов сетку я вязала да я клала возле себя два крючка перед я вязала крючком троечка а спинку я вязала крючком 2 75 то есть не по переду не хватало петель а по спине было много и вот таким вот макаром вот это при помощи вот этой хитрости все легло хорошо поверьте очень хорошо лежит по фигуре если там в спицах опять же еще и узор должен быть мы не можем там поменять петли там добавить прибавить то вот здесь в этом узоре мы можем убавить петли или прибавить час я вам скажу где вот смотрите вот здесь вот идет допустим вот этот момент взять видите три воздушные петли я делала две воздушные петли и у меня смотрится вот это ну не так дырчато то есть вот здесь вот я делала несколько рядов по 2 воздушных петли а потом перешла на троечку то есть мне нужно было вот здесь вот немножко под собрать потому что 16 рапортов узора мне и так дали вот такую широкую горловину я хотела такую я очень хотела чтобы это было ну вот практически ну так роскошно да но если бы я вот здесь вот делала по три воздушные петли в каждом даже два раза в секторе да у меня бы она еще больше расширилась и мне тогда бы пришлось собирать вверх нету безвыходных ситуаций да я мне бы пришлось потом обвязать вот здесь вот столбиками без накида и немножко это собрать я просто хочу до вас донести основную мысль что вы глядя на схему можете немножко ее подкорректировать допустим меньше нужно сделайте вот здесь вот не три воздушные две воздушные больше нужно прибавьте одну петельку вот этот момент просто ухватите и у вас вы будете сами немножечко моделировать схему и вязать красиво потом вот здесь вот тоже видите заканчивается вот такой вот рогаткой и прямые вот эти вот столбики я же закончила немножко по-другому сейчас вам покажу я собрала вот это момент то есть провязала пирамидку это три столбика с общей вершиной и и у меня нет вот этой вот розетки да и здесь просто столбик между ними сделала воздушную петлю а в следующем ряду в эту воздушную петлю сделала с вот этот полу патентный столбик не забывайте здесь не просто столбик с накидом а полу патентный столбик теперь что дальше отвязав по да да что вот это такое вот вы видите да непонятно почему вот здесь вот такие пустые места это как раз регланные линии вот если вы посчитаете вот здесь столбики их смотрите раз потом нет это вот этот ряд раз два три то здесь их четыре видите один и тот же ряд но здесь идет три столбика с накидом а здесь их четыре и здесь их четыре для чего это вот как раз для нашего расширения на вот эти наши регланные линии то есть это места регланных линий вот здесь вот у нас идет три раппорта узора и реглана у меня пять секторов и потом начинается реглан вот и вот здесь вот если вот так вот дорисовать а здесь мы будем вязать вот такую рога точку следующем столбике и потом это рога точка пойдет вязаться у нас до нужного размера нашей регланной линии вот этот лишний столбик и вот эта воздушка это как раз место вот этих расширения регланных линий я сейчас вам это покажу вот на связанном полотне вот у меня лежит маркер вот видите вот она это рога точка здесь такой рогатки нет здесь вязалось прямо все и вот пять секторов отсюда раз два три четыре пять и вот здесь должна быть опять наша вот это вот регланная линия вот ее хорошо видно вот они эти галочки это регланные линии по переду раз-два-три и вот она регланная линия по спине одна ну и там соответственно другая что я сделала дальше я вывязывала росток но как же я вывязывала росток значит вязала по кругу крючком потом просто по спине вот вы видите какой у меня росток видите на сколько рядов раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь рядов у меня росток это где-то семь сантиметров потому что один ряд это приблизительно сантиметр вот я спинку удлинила но я сведо связала необычный росток вы видите что росток переходит сразу в подрез мы так с вами вязали а в платье ажурное мне очень понравился вот этот метод обычно азиатский росток что прямо вяжется но если мы свяжем прямо у нас будет вот так и вот этого угла как раз не хватает на спине а чтобы связать просто по выкройке нам нужно отвязать вот такой росток то есть собственно говоря я продолжила вязать эту регланную линию но уже обратно поворотными рядами и с расширением то есть дохожу вот до этого места и продолжаю вязать вот она регланная линия как шла так и идет то есть галочка 3 петли подъема в эту же воздушная петля 4 получается и галочку сюда и пошла в эту сторону опять возвращаюсь опять под эту галочку провязываю два столбика вот этих патентных петли подъема и возвращаюсь и таким способом у нас вот здесь вот по по пройме для руки вывязывается вот такая красота как будто мы вяжем по выкройке ну и соответственно если это разложить то мы увидим красивую посадку вот я вам сейчас это продемонстрирую если вот низ соединить то мы вверх видим что он ниже но здесь конечно видны не все эти семь сантиметров но поверьте здесь внушительный росток вот он какой и вообще конечно я знаю что многие вязальщицы если вот здесь вот очень широко говорят росток можно не делать нет девочки росток нужно делать всегда конечно можно будет носить и без ростка тут даже не спорю я ни в коем случае но поверьте даже при широкой горловине отвяжите росток и тогда у вас будет просто прекрасная посадка так что дальше вот видите вот здесь вот такая косичка тоже идет вот то есть когда я соединила потом после того как я отвязала вот этот росток я добрала здесь буквально воздушных петель на 4 столбика вот это у меня получился подрез соединилась в круг и провязав вот несколько рядочков раз два три четыре пять наверное раз два три четыре пять значит пять рядочков после того как я соединилась в круг и пошла вязать по кругу я в линии боковых скажем мнимых боковых швов я стала вот здесь вот убирать петли видите столбик с одной вершинкой вот он то есть захватили накид сделали на крючок нырнули под воздушную петлю провязали столбик недовязанный захватили опять накид провязали опять полупатентный столбик недовязанный и потом провязали две петли два столбика вместе и у вас вот здесь пошло сужение естественно с одной и с другой стороны это сужение дало нам прям вот вязание по выкройке видите вот прям если посмотреть так это вообще у меня наверное да вот перед если посмотреть на наше полотно после таких сужений то мы видим видите как красиво вот идет прям как по выкройке то есть мы приталили вот это вот место после того как я все это сделала у меня получилось неравномерное ну распределение петель сейчас я вам объясню почему это произошло за счет вывязывания вот этого азиатского ростка ну не совсем обычного да у нас же здесь петли добавились а по переду их нет мы же не делали корректировку по ростку как мы это делаем в спицах ну потому что здесь он азиатский и я не могла убрать клин добавить его наперед я не могла думаю вы меня понимаете поскольку не было вот этой корректировки у меня спина получилось что петель по спинке больше чем по переду то есть после того когда я вот это все связала у меня получилось так смотрите если сверху посмотреть и вот так вот разделить допустим вот это вот перед что я там пишу перед у меня получился сто восемь петель спинка получилось сто двадцать восемь петель то есть у меня по спине получилось больше петель чем по переду как же нам это уравновесить то есть у меня вот здесь получилось двести тридцать четыре петли если вот этой сумму сложить получается двести тридцать двести тридцать двести тридцать шесть наверно сейчас 8 Новосибирь 16 1, 2, 3, да, 236 петель, точно, 236, это я уже подзабыла, 236 петель, как нам уравновесить спинку, поскольку дальше идет юбка на расширение, и я стала вязать спицами, спицы, кстати, у меня здесь 3,25, вот, провязав несколько рядочков, просто на этих 236 петлях, вот вы видите, здесь идут места прибавок, я сейчас у меня на спицах 264 петли, то есть вот 264, это у меня сейчас, минус вот эти 234, я добавила 30 петель, да, 30 петель, 30 петель, но распределила я их особым образом, по переду, там, где у меня не хватало петель, я добавила, то есть сделала прибавки чаще, а по спинке реже, так, ну, что-то я помню, что я 28 прибавила, короче, девочки, я прибавила петель так, чтобы на 20 рапортов узора у меня получается, чтобы потом, когда я провяжу юбку лицевой гладью, когда я перейду на вот этот узор, на валан, на вот этот, да, то я, значит, это, чтобы эти петли подходили под рапорт этого узора, у меня получится, что у меня будет 20 вот таких, ну, вот 20 умножайте на 12, что там получается, или 22, ну, в общем, смысл в том, что я прибавила столько петель, чтобы уложиться в эти рапорты узора, но прибавила их хитрым образом, то есть там, где было 108 петель, я провязывала каждую пятую петлю, вытаскивала из протяжки, а здесь всего добавила 4 петли, и у меня уравновесились петли, когда я вышла на вот это остаточное количество петель. Сейчас не будем, как бы, вот привязываться там 2 петли или 10, просто поймите смысл, смысл вообще вязания, потому что у вас будет вообще ваше количество петель. Единственное, что я сказала, что у меня здесь изначально 15 рапортов вот этих узора. Теперь вы видите, что здесь, кроме того, что столбики не с накидом, а патентные или полупатентные, вы видите, что здесь как будто выпуклые столбики. Это и есть выпуклые столбики. С изнанки это смотрится вот так, видите, а с лица вот так, как будто эти столбики лежат поверх полотна, то есть рельеф такой получается. Вот эти вот столбики вяжите выпуклые, то есть здесь просто филейная сетка, а вот эти полосочки, вот эти вот листики, это все вяжутся выпуклыми столбиками. Необычный, опять же, выпуклый столбик не с накидом, а выпуклый столбик полупатентный. Вот. Ну вот, в принципе, и все. Все. Уже видео затянулось. Я надеюсь, что кому-то, может быть, это было полезным. Заглядывайте в этот прекрасный магазин Филата Итальяна. Пользуйтесь скидкой. Закупайте. Я посмотрела вчера еще вот это вот пряжа есть. Девочки, это бомба, а не пряжа. Очень яркая, сочная. Вот. Тут вот еще схемы приготовила, но это вот этим узором я планировала вязать юбку и, в принципе, начала им вязать. И вот такие вот клинья. Ну, переборола то, что под этот узор нужен подклад. Вот зигзаг. В общем, а мне хочется одеть платье по минимуму. Хоть на улице и колоту, а все же хочется лета. И оно обязательно наступит, и будут жаркие дни, и я не хочу никаких нижних платьев. Поэтому вяжу вот лицевой гладью, а следующий валан будет... Ну, вот, короче, довяжу до того момента, где уже будут ноги начинаться, чтобы не было видно плавок, и там уже будет ажур. Вот такая моя задумка. Ну, вот, мои хорошие, еще вам хочу положить розы в конце для вас. Я вас всех обнимаю, всех люблю. Напишите в ваших комментариях, все ли вам понятно. Если не все понятно, пишите конкретно, что не понятно. Схему узора я оставляла во вкладке в альбоме. На Одноклассниках так и альбомы называются. Схема узора. Заходите, скачивайте, пользуйтесь. Ну, или находите свою схему. Все, на этом все. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok